Здравствуйте! В эфире новости Смоленск АЭС в студии Анна Пименова. Мы расскажем вам о важных событиях, которые происходили в жизни атомной электростанции на прошлой неделе. Смотрите сегодня в выпуске. Смоленск АЭС стала победителем всероссийского конкурса «Здоровье и безопасность». Мы работали по стандартам ВАО. Стандарты ВАО – это коллекция лучших практик мировой атомной энергетики. Станция готовится к партнерской проверке. Это, наверное, воспитывает наших детей любовь к природе, чистоте. В городе Атомщиков стартовал первый международный конкурс детской фотографии. Цель этого конкурса – выявление и поддержка одаренных детей. В Атомграде прошел конкурс юных математиков. На плановом совещании с руководителями подразделений директор станции сообщил о работе атомных станций концерна «Росэнергоатом». Фактическая мощность на сегодняшний день – 21 693 мегаватта, что составляет 97,5% опланового задания. О техническом состоянии Смоленск АЭС сообщил главный инженер предприятия. В работе второй и третьей энергоблоки суммарная нагрузка – 2 122 мегаватта. Существенных замечаний по работающим блокам нет. По блоку номер один продолжается текущий ремонт. Выработка электроэнергии за 17 дней апреля составила 812 миллионов киловатт-часов электроэнергии. С начала года выработка составила 6,83 миллиарда киловатт-часов. Сверхплана – 467 миллионов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленск АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. На Международном специализированном форуме «Неделя охраны труда», который проходил с 10 по 14 апреля в Сочи, состоялось награждение победителей Всероссийского конкурса «Здоровье и безопасность». Смоленская станция отмечена золотой медалью за проект внедрения новых подходов к совершенствованию СУОД – первое место и серебряной медалью за проект информационной технологии как инструмент интеграции оценки профессиональных рисков в процедуры СУОД – второе место. Кроме того, атомная станция получила диплом за проект профилактика и реабилитация здоровья работников – важнейший фактор для эффективного функционирования и развития производства, обеспечения стабильности кадрового состава Смоленской АЭС. С 9 по 14 апреля эксперты Московского центра Всемирной ассоциации организаций эксплуатирующих атомные станции оценивали предприятия по направлениям ремонт и управления работами в рамках подготовки Смоленской АЭС к партнерской проверке в октябре этого года. Представители ВАО АЭС приехали на станцию с повторным визитом в период проведения планово-предупредительного ремонта первого энергоблока, чтобы получить объективную и полную картину по оцениваемым направлениям. Они посетили с обходами ремонтные участки в турбинном и реакторном залах, провели наблюдения за работами, важными для безопасности атомной станции, включая электрическую часть и автоматику. Мы работали по стандартам ВАО. Стандарты ВАО – это коллекция лучших практик мировой атомной энергетики, и поэтому выводы и предложения экспертов были сформулированы именно на этом. По нашему видению, есть определенный рост и определенный гэп, как мы называем гэп – это возможности для улучшения. В том числе это цель любой атомной станции, которая направлена на миссию повышения ядерной безопасности. По мнению эксперта, Смоленская АЭС открыта конструктивному диалогу с международными партнерами, что служит залогом того, что предстоящая партнерская проверка как для станции, так и для московского центра ВАО АЭС станет полезным инструментом для развития. Залог успеха партнерской проверки – это осознание ответственности и понимание у каждого сотрудника, что он работает на серьезном производстве. Я впервые на Смоленской атомной станции, впервые на проекте РБМК. Меня поразили, впечатлили, удивили. Очень приятно, красивая станция, прекрасные люди. Все великолепно и хотелось бы пожелать и дальше продолжать в том же духе. 12 апреля стартовал первый международный конкурс детской фотографии в объятиях природы. В Десногорске открытие нового проекта прошло в режиме телемоста, который соединил более 400 детей из 9 атомных городов. Детский международный фотоконкурс принял эстафету у проекта «Импрессия» от Дуная до Чукотки, в рамках которого известный венгерский фотограф-натуралист Балент Винце посетил территорию расположения всех 10 действующих атомных станций России и запечатлел российскую природу во всем ее великолепии и многообразии. Как рассказал Винце Балент, идея детского фотоконкурса родилась, когда он работал над проектом «Импрессия». Фотоконкурс посвящен Году экологии в России и 25-летию концерна «Росэнергоатом». Учредителем конкурса является Фонд содействия развитию муниципальных образований АТР АЭС. Проект реализуется при поддержке концерна «Росэнергоатом», АЭС «ПАК Швенгрия», Администрации муниципалитетов расположения атомных станций. Принять участие в конкурсе смогут дети от 14 до 17 лет, проживающие в Росовском районе и Десногорске. Об условиях и сроках проведения конкурса будет сообщено дополнительно. В Десногорске завершился второй городской конкурс исследовательских и творческих работ «Открытие». Конкурс организован комитетом по образованию города Десногорска при поддержке Смоленской АЭС. Цель этого конкурса – выявление и поддержка одаренных детей. Те, которые проявляют интерес к математике, те, которые хотят в будущем связать свою жизнь профессиональную с математикой. То есть мы стараемся сегодня, может быть, детям помочь как-то определиться и в профессиональном становлении. Участники конкурса – это обучающиеся 5-х и 11-х классов. Конкурс проходил в два этапа. Первый этап – это заочный, на который дети представили свои проекты, исследовательские и творческие работы. Жюри уже оценила эти работы, выставила свои баллы. А сегодня очный этап – публичная защита. Жюри, представителям Смоленской АЭС, Комитета по образованию и педагогам, предстояло задача определить лучших из лучших. Школьники продемонстрировали не только глубокие знания по математике, умение творчески подходить к решению актуальных задач, но и ораторское мастерство, защищая свои проекты. Вы рассматриваете обычные школьные предметы по математике, алой геометрии, не просто как предметы, которые лучше просто считать, плюс-минус, делить или что-то начертить, но творческие. Ваше творчество, оно показывает, что из вас вырастут вот такие вот увлеченные и увлеченные люди. Все участники конкурса отмечены грамотами и призами Комитета по образованию, а также подарками от атомной станции. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова